Книга «Открытым оком», вопрос 2380, тема «Пища». Почему Великий пост семь недель, а Рождественский шесть недель? Кто это определил? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. На этот вопрос ни один человек на Земле сегодня не ответит. Посты придумывали на протяжении долгого времени, до VI века примерно. Точных дат изобретателей нет ни в одной книге. Но кто-то же из пустыни манипулировал этими добавками. Проводил через Синод, через сегодняшнюю Думу праздники утверждают, или слова гимна Михалковым написанные. Они сто крат хуже моих, но мои слова отвергли, хотя слова на гимн я посылал и президенту. Эта монахина нас, неудобоносимая ига, накладывали. Сколько человек нарушали посты за эти сотни лет, и кто ввел их и в этот грех нарушения, не Христом установленных постов. Иеремия 3, 25. Мы лежим в стыде своем, и срам наш покрывает нас, потому что мы грешили пред Господом Богом нашим. Мы и отцы наши от юности нашей и до сего дня и не слушались голоса Господа Бога нашего. Плач, 5, 7. Отцы наши грешили, их уже нет, а мы несем наказание за беззаконие их. Семь недель подгоняли под сорокодневный пост Христов, когда он не ел и не пил, как и Моисей, пророк Божий, и Илья, пророк. Исход 34, 28. И пробыл там Моисей у Господа сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил. И написал Моисей на скрижалях слова Завета, десятословие. Третья царь, 19, 8. И встал он, поел и напился. И, подкрепившись той пищею, шел сорок дней и сорок ночей до горы Божией Харива. Матфея, 4, 2. И, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. Говорят, что по подражанию Христу, но в этом обман наш обычный, лицемерный. Они не ели и не пили, а мы едим, как в лете Господнем Шмелева. Про рождественские посты говорить не нужно. Это уже на IV век приходится. Самые необъяснимые посты Петров и Успенский. Но так как мы православные, то нам не надо лукавить, а нужно тщательнейшим образом соблюдать эти посты по всем предписаниям святых отцов, доколе их не отменили соборно. Поститься нужно очень крепко и на совесть. Тщеславие излюбленный конек, оседланный и стремена по росту, встает он на дыбы, едва намек, на то, что не за них подняты тосты. К себе приемлют только похвалу. Дипломы красные, пятерки в дневнике, хотя бы грамотой не превышал балун, и пользы, как от вошки на ногте. Ревизии, комиссии, проверки ему несут инфаркты и инсульты, и критики боится больше смерти. Он разобьется в дребезги для культа. Тщеславные смешные для потомков, когда лакея в прошлый след простыл, фанфары затухают, что в них толку? Для обличающих теперь свободен тыл. Его клянут за созданный уют, за фанфаронство перед высшей пешкой. И дети малые теперь им вслед плюют. Тщеславных путь всегда открыто грешный. Им ни еда, ни сон не даст услады, когда других на поприще похвалят. Ехидный рот нуждается в помаде, лепешки их на человечьем кале. На справедливые от друга замечания они кидаются прилюдно, словно псы. Их не за день хотя бы и случайно хамят тому, кто им сойдет в отцы. Пустая слава не поставит справа. При жизни этой, как и на суде, покроется лицо вселенским срамом. Его, чтоб видели, он принижал людей. Сам возвышающий себя унижен будет. Так возглашает слово и Еговы. Смиренье облекись не только в праздник, в будни. В раскаянье склонись, а Бог возвысит снова. 2 сентября 2004 год. Игла. Продолжение следует... Продолжение следует...